Девушки отдыхают Оригинальная история Хосе Симона из Колоны В ролях Элиса из Камес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие Камес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие Композитор Давид Монторо Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Я не могу быть с Иисусом, не могу ответить Ему Так, как Он хочет, сеньора Невис Я жду ребенка от Оренока И кроме того, ты ее любишь, Оренока, верно? Я не понимаю, как Иисус, потеряв только что родившегося ребенка Может думать об этом, сеньора Невис? Пожалуйста, не говори так, дорогая Карани переживает за своего сына, это правда Если бы он так переживал, сеньора Невис Он бы не напился, как сделал это вчера Отдохнул бы и сегодня рано утром отправился на поиски ребенка Я сама переживаю Карани нельзя пить, Ему очень плохо, дорогая Пожалуйста, найди его, уладь это дело Простите Что за цветы? Они для вас Их прислал ваш муж Возьми, возьми их Я Не знаю, как попросить у нее прощения, сеньора Муранта Вчера я вел себя, как животное Иисус, на тебя столько всего свалилось Вы искали диаманта, потом урода, пропажи ребенка Ребенок Мой ребенок, сеньора Муранта Мой ребенок Сеньора, я не прав Я это признаю Но хуже всего то, что мне не удается заставить понять ловизну, что она мне нужна Я имею в виду не ее поддержку, это у меня есть А ее любовь, сеньора Иисус, этого не может быть И ты это знаешь Знаю, сеньора Муранта, знаю Но что мне делать? Я не могу не желать ее Я мужчина Мужчина Мужчина, который ее любит Я знаю Но когда ты женился на ней Ты знал, что она к тебе чувствовала Сердцу не прикажешь, Иисус Но, Хосе Мигель, чего ты от меня ждал? Анастасию и Белья заставляли моего сына попрошайничать на улице Ты представляешь? Ты должен был позвонить мне, а теперь все осложняется Ты действовал вопреки закону А как он мог поступить? Оставить его грязным? Голодным на улице попрошайничать? Вы можете это доказать? Кто тебе поверит, Конкурдио? А Белья может обвинить вас в похищении? Ну, Хосе Мигель Здесь слово Белья против вашего Что? Белья? Пусть посмеет только приблизиться к моему ребенку У нее нет морального права забирать у меня монолита Верно Но она мать, Патрио Ты должен это понять Вот еще что Если ты причинил вред Анастасию Она может обвинить тебя в нападении О, Господи Да, я действительно все осложнил Ну, что нам делать? Что можно сделать? Пока пожениться А потом посмотрим, как это уладить Только бы Белья ничего не предприняла Ладно Где гость Ипати? Ведь он второй свидетель Хосе Мигель Свидетель Моя дочь Сальвахи Да, она хотела умереть Но почему? Ты не знаешь Лансароте? Сирия, пожалуйста, не начинай Хотя бы в присутствии врача С вашего позволения пойду Посмотрю, как там сеньора Алехандра Извините Доктор, Алехандра выживет? Она поправится? Надеюсь Простите Мне нужно идти Ты не должен был так со мной обращаться при враче Похоже, ты не понимаешь ситуации, Сирия Понимаю, Лансароте Понимаю лучше, чем ты Это худшая мысль, которая могла прийти в голову Алехандра Или ты со мной, или я умру Это бессмысленно Бессмысленно для тебя Для меня Ты что, не понимаешь, Лансароте? У нее плохо с головой Она хочет во что бы то ни стало Взвалить вину на тебя Не может быть, Сирия Не может быть С Алехандрой происходит что-то другое Ты попал в ее ловушку Что ты от меня хочешь? Чтобы я не переживал за нее? Лансароте Алехандра спасла меня от смерти Алехандра дала мне другую жизнь Когда я был раненым бедняком, потерявшим память Когда меня обвинили в смерти твоей сестры Когда я попал за решетку Она напала на тюрьму Она рисковала своей жизнью ради меня Похоже, в глубине души Ты меня не простил за то, что я обвинила тебя в смерти Бабилонии Не говори так, девочка моя Ты прав Ты стольким обязан, Алехандре Целой жизнью Здесь единственная самозванка Это я Я Встала между Алехандрой И тобой Это не имеет смысла у Лансароте Между нами все кончено Тулия, Тулия Диаманта появилась, я видел, как она бродила по полю О чем ты говоришь, Хулиан? Да-да, она была как сумасшедшая Я пошел за ней, она говорила сама с собой и искала своего ребенка Боже мой Она пошла туда, где я забрал у нее ребенка Встала на колени и, рыдая, начала царапать землю Тулия, у меня душа разорвалась, когда я видел, в каком она состоянии Бедная женщина, ты говоришь, а вот у меня мурашки по коже Вдруг она побежала, я хотел поговорить с ней Пошел следом, но она бросилась в лес и пропала Хулиан, у меня сердце не на месте Что будем делать, Тулия? Угрызения совести раздирают мне душу Хулиан, первое, что мы должны сделать, это пойти в общину Я должна проинформировать об этом на Гуали Ее нужно предупредить, ведь ребеночка Диаманта нашел муж ее дочери Ты не виноват, дорогой Я не думаю, что я тебя не люблю Наоборот Я уже привязалась к тебе Я люблю тебя Просто я хочу удержать Оренока Ладно Ты выкупан И тебе хочется есть Я пойду поищу Юби Ди Девушку, которая тебя покормит Не думай, что я надолго оставлю тебя одного Я скоро вернусь Не плачь Пойду поищу молочко Чтобы ты хорошо поел Такое напряжение тебе во вред Но еще больше тебе вредит выпивка Ты не должен был этого делать Мама, пожалуйста Прошу тебя, я не больной, я не инвалид Не нужно так со мной Дело не в этом, Коране Я не говорю, что ты болен Просто то, что ты делаешь, ухудшает твои отношения с Лавизной Ты не должен был так себя вести Кроме того, она права, она задета, обижена Зачем было заставлять ее? Я все это знаю, мама Знаю Оставьте нас одних, сеньора Невис Лавизна Дорогая Пожалуйста Прошу вас, не ссорьтесь Пожалуйста Лавизна, корони Мама, ты слышала, Лавизна? Пожалуйста, оставь нас Я пришла вернуть тебе это Лавизна, нет, дорогая Мне не нужны твои цветы Не нужны твои извинения Я прошу об одном, уважай меня Мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать союз сеньориты Конкордии Барбоа И сеньора Патрио Моралеса Мой папа, мой папа Малита, замолчи Не приказывай ему молчать Не начинайте ссориться сейчас, сеньор судья Вы пожените их, наконец Как судья этого прихода Распишитесь, молодожены Теперь, пожалуйста, свидетели Распишитесь, молодожены Я хочу вас мужем и женой Горько, горько Поцелуйтесь Вот похитители моего сына, офицер Задержите их Я должна найти письма, Респондор Это они Еще что, чего не теряла, Муранта? Дорогая Мне налегко любить тебя, дорогая Жить в этом доме с тобой Делить все Даже спальню И не мочь даже дотронуться до тебя Я тебя понимаю Но у нас договор Так что, пожалуйста Лавизна Лавизна, дело не в уважении Я тебя уважаю Уважаю, как еще никого не уважал Но это меня не успокаивает Я не могу не чувствовать в тебе То, что я чувствую С каждым днем Я люблю тебя все сильнее Я хочу, чтобы ты стала моей Ты знаешь, что этого не может быть? Лавизна Ты ни разу не дала мне шанс Поцеловать тебя так, как я хочу Как я желаю Я знаю, что ты не позволяешь себе Что-то ко мне чувствовать Но, дорогая Клянусь, я способен стереть Из твоих мыслей образ моего брата Поверь мне Нет, Хисус Отпусти ее Отпусти ее, корони Или я за себя не отвечаю Лавизна моя, Оренока Я целую ее и обнимаюсь Сколько мне хочется Так что, пожалуйста, не вмешивайся Пожалуйста, Хисус Отпусти меня, отпусти Давай избежим серьезного конфликта Я люблю тебя, дорогая Нет, Хисус Отпусти ее Что ты здесь делаешь, Оренока? Защищаю тебя Я не позволю моему брату Хоть и на твой муж обижать тебя Лавизна моя, Оренока Это наша проблема Так что, не вмешивайся Прошу тебя, Хисус Мы уже достаточно говорили Пожалуйста, Хисус Я не хочу причинять тебе зло Так что, не вынуждай меня сказать То, чего я не хочу говорить Не заставляй ее что-то делать Я ее муж, Оренока Я ее муж И тем более силой Как мне хочется И сделай должное Не вмешивайся Уйди отсюда Ради Бога, хватит Ты пойдешь со мной Ничего Так что ты здесь делаешь Рядом Ничего, ничего, Пио Ничего не делаю Неужели Ты пришла в мою комнату Чтобы подождать меня Да? Я Ты не представляешь Как бы мне хотелось услышать Да Я бы понял Почему ты пришла в мою комнату Да, Пио Я ждала тебя Я пришла за тобой Ты мой ребенок Мой малыш Я нашла тебя Это ты Иди к маме Не плачь, не плачь Нет, нет, нет Не надо Нет Нас найдут Если ты будешь плакать Мой дядя нас найдет И убьет обоих Ловизна Ловизна больше ни секунды не останется рядом с тобой Ты ее оскорбляешь А ты оскорбляешь меня, вмешиваясь в ссору, которую тебя не касается Ловизна моя жена Я спорю с ней столько, сколько мне хочется Идем в комнату Отпусти меня Отпусти меня, отпустите оба Я не хочу, чтобы кто-то из вас прикасался ко мне Я женщина, у которой есть собственная воля И я сама могу решить, что я хочу и что мне делать Я устала от этой глупой ситуации, которой стыжусь Прости, Ловизна, прости меня, я не хотел... Ты не хотел И ты не хотел Здесь главное, что вы двое хотите А чего хочу я? Что главное для Ловизны? Знаете что? Покой Оставьте меня в покое Я больше не хочу вас видеть Ловизна Я тебя последний раз предупреждаю Не вмешивайся в мою жизнь, Оренока Ловизна моя И будет моей всю жизнь Этого никогда не будет Я люблю Ловизну И она будет моей Ты так говоришь, потому что умираешь от ревности Потому что тебе злит мысль, что Ловизна спит со мной каждую ночь И что ее поцелуи предназначены мне После того, что я ее увидел, сомневаюсь, что это правда Ты на это надеешься И поэтому явился сюда, рискуя жизнью, верно? Ты хочешь остаться с Ловизной? Но я тебе не позволю, Оренока Сначала ты убьешь меня Я знал, что ты примешь меня Не так быстро, Пио Не сомневайся Отдайся мне Подожди, подожди Я не могу ждать Я слишком долго ждал Сейчас Если кто-то войдет Пио, пожалуйста Никто не войдет Никто не войдет Здесь только ты и я Я так тебя хочу Прошу тебя Всегда, когда я с тобой Я преображаюсь Ты меня так возмущаешь Нет, пожалуйста, Пио Они любовники, сеньор офицер Аморальные люди Моя дочь не аморальная, она замужем Что здесь происходит? Ничего, ничего, сеньор судья А ты, Белья, уйдешь из этого дома Ты уйдешь из этого дома? Прежде вы отдадите нам ребенка Зачем? Чтобы его забрала эта змея? Ну уж нет Это сеньор украл у меня телевизор Деньги, которые я держал в банке с фасолью А вы моего сына Его вырвали прямо из моих рук Ребенок останется здесь Сеньор офицер, Патрио видел, как ребенок попрошайничал на улице Отдайте ребенка Посмотрите, адвокат Предписание судьи по делам несовершеннолетних Он мой сын, и я его заберу Конкордия, дорогая, что происходит? Какой стыд! Нет, нет, минутку Ты не заберешь моего сына Что это за правосудие, если эта женщина морит моего сына голодом? Это правда, посмотрите, он болен, он истощен Она даже заставила его просить милостыню Потому что ты не прислаешь деньги на его содержание Пожалуйста, Хосомигиль, ты должен что-то сделать К сожалению, у меня на руках решение судьи Монолита должен уйти с матерью Нет, этого не может быть Это так, нет Что происходит, сеньор судья? Офицер, Хосомигиль Билли и Анастасио издеваются над моим сыном Ложь Думай, что говоришь, Моралес Я могу прямо сейчас отправить тебя в тюрьму После того, как я убью тебя Патрио, успокойся, пока мы ничего не можем сделать Но это так не останется Успокойся Я больше ничего не хочу слышать Я люблю тебя, Сирия Пожалуйста, пойми это Как тебя заставить понять? Как? То, что у меня было с Алехандрой Не имеет никакого отношения к тому, что у нас с тобой, дорогая Все совсем не так, Лансарото Она тебя не отпускает Она влияет на твою жизнь Хочешь ты этого или не хочешь Она всегда будет определять наши отношения, Лансарото Сирия И ты не можешь жить без нее Сирия Зачем продолжать разговор? Ты ничего не понимаешь Лансарото, у наших отношений нет будущего Не говори так, дорогая Она манипулирует тобой, Лансарото Простите Как дела, доктор? Синьера Алехандра очнулась Вы ей нужны Видишь? Опять то же самое Как будто она знает, когда мы разговариваем Когда любим друг друга Когда ссоримся Она всегда с нами, Лансарото Пожалуйста, доктор, скажите ей, что вы меня не нашли Она очень плохая Прошу вас, пожалуйста, навестите ее Хоть на несколько минут, это необходимо Иди, иди, Лансарото Сирия Сирия, пожалуйста, подожди меня Простите Но это деликатное дело Генераль еще ждет вас Следуйте за мной, пожалуйста Зачем ты приехал, Ореноко? Я хочу одного забыть тебя Боже, я хочу забыть тебя Ловизна Уйди из моей жизни, пожалуйста, Ореноко Прошу тебя, оставь меня в покое Нам с тобой не о чем говорить Между нами ничего нет Так что оставь меня в покое Ловизна, послушай меня, пожалуйста Боже мой Ловизна Дорогая моя, я знаю Знаю, что ты еще не выбросил меня из своего сердца Я это чувствую Меня довольна Я больше не могу Ловизна Послушай меня Я знаю, что ты не любишь моего брата Наше время уже ушло Нет, не ушло У нас есть время, Ловизна Здесь ты и я И мы с ума сходим От любви Ловизна Я хочу Карани, ты так и будешь пить? Ориноко, словизный, мама. Он приехал к ней. Что? Да, мама, да. Она ушла из дома, и он пошел за ней. Этого не может быть, дорогой. Ориноко уже устроил свою жизнь, а вы словизный устроили свою. Это ложь, мама, ложь. Сейчас она уже, наверное, в его объятиях. Карани, я знаю, что тебе очень больно. Но что с тобой происходит? Ты никогда не пил. Почему теперь пьешь? Мама, оставь меня в покое. Я не оставлю тебя в покое. Ты не будешь пить. Ты не видишь, который час. Ты должен был пойти на работу. Что с тобой происходит, Карани? Происходит то, что я идиот, мама. Я только и делал, что давал ловизни время, чтобы она меня полюбила, и добился того, что ее увела Ориноко. Я люблю ее, мама. Моя жизнь не имеет смысла без ловизны, потому что я люблю ее. Ты меня понимаешь? Вот что происходит, мама. Поэтому я хочу напиться. Пить, 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 пить. Пить, пить, пить. Пить, 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 пить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я их нашла. У меня письма, Респондор. Наконец-то я тебя уничтожила, Био. Я люблю тебя, моя святая. Я люблю тебя. Нет, оставь меня. Знаю, что я не могу жить без тебя. Я не могу жить без тебя. Отпусти, оставь меня. Не обижай меня, Ринока. Не смейся над моими чувствами, которые я не могу обуздать. Над моей любовью к тебе. Лизна, не нужно так, не плачь. Я тоже говорю о любви, которую чувствую к тебе, дорогая. Она настоящая. Я ничто для тебя, Ринока. Ты влюбился в Оману, сэр. Ты женился на ней. Это отчаяние, потому что умирал от ревности, представляя тебя в объятиях моего брата. Не обманывай меня. Не обманывай, пожалуйста. Я тебя не обманываю, моя святая. Я говорю правду. Ты для меня всё. Ты моя жизнь. Ты должна мне сказать, где он. Мне нужно поговорить с управляющим усадьбой. Узнать, видел ли он мою дочь. Вашу дочь? Конечно, я сестра Дона Пио. Девушка, которая родила здесь, моя дочь Диаманты. Я прихожу сюда только днём, помогаю с уборкой. Пожалуйста. Ничего от нас не скрывай. Я знаю, что ты была свидетелем рождения моего внука, но у моей дочери отняли ребёнка, и ей стало плохо. И я поместил её в лечебницу, но она оттуда сбежала. Мы думаем, что она могла вернуться сюда, чтобы найти ребёнка. Не знаю, я никого не видела, клянусь. А управляющие с женой где они? Я не знаю, куда они ушли. А почему вы так нервничаете? Ничего от нас не скрывай. Помоги мне, обещаю, с тобой ничего не случится. Я никого не видела, ни вашу дочь, ни ребёнка. Я только знаю, что сеньора Тули и сеньор Хулиан очень странные с тех пор, как сеньора Диаманта потеряла ребёнка. У ребёнка хороший аппетит, и роженица из общины кормит его. Это хорошо. Недоношному ребёнку нужна особая забота. О нём хорошо заботится, и он под нашей защитой. Мама, ребёнка нет, я оставила его здесь. Что? Я оставила его здесь, мама. Кто-то вошёл и унёс его. Всё, дорогой, всё. Тебя могут услышать. Никто не знает, что я здесь. Что я пришла за тобой, дорогой. Ты не понимаешь? Для тебя недостаточно быть с мамой. Или ты тоже меня не любишь? Мы недалеко от усадьбы, и тебя могут услышать. Ты хочешь умереть? Ты хочешь, чтобы дядя нас с тобой убил? Замолчи, замолчи. Замолчи. Я не хотела заставить тебя страдать, дорогой. Прости меня. Успокойся, Лехандро, пожалуйста. Прости меня. Прости, прости. Ну всё, всё, не плачь. Я не хочу, чтобы ты снова совершила эту глупость. Покушалась на свою жизнь. Что случилось? Что с моей генеральшей? С сильной женщиной, которую я знал? Возможно, я не была такой сильной. Возможно, моя жизнь была сплошной ложью. Вот и скажи, зачем всё это? Лучше уж покончить со всем этим. Не говори так. Я не могу жить без тебя, Лансаротте. Алехандро, мы с тобой друзья. Я не могу. Не могу. Не могу. Я люблю тебя больше жизни. Ты должен это понять, дорогой. До тебя я такого не испытывала. Ты заставил меня поверить в то, что я могу быть любимой, желанной для кого-то. И когда я достигла неба, ты уходишь, оставив меня одну. Я тебе сказал, почему, Лехандро. Ты знаешь о моей любви к Сирии. Я не могу жить одна без тебя, Лансаротте. Без тебя я не сильная женщина, как ты считал. Без тебя я не хочу жить. Лансаротте. Пансароте. Господи, я проиграла. Он идет, и я не знаю, как его удержать. Но он меня не понимает. Он не хочет понять того, что Алехандро манипулирует им, чтобы забрать у меня. Господи, я люблю его. Я люблю его. Ты победила, генеральша. Ты украла мою любовь. А я... Я была дурой. Дурой, идиоткой. Я же... Я поклялась, что никогда не влюблюсь. Что займусь своей карьерой. Что стану деловой женщиной, отодвинув в сторону чувства. Но... Проявился ты, Лансаротто. Во всем виновата только я. Я ошиблась. Кто тебе сказал, Сирия, что ты годишься для любви? Кто тебе сказал, что ты можешь любить Сирию? Кто тебе это сказал? Ты не любишь Монолита Белли. Верни его. Отпустим. Идемте, синьор офицер. Нет, синьор, отсюда никто не уйдет. Ты не уведешь моего сына. Отойдите, или мне придется задержать вас. Послушай, вы, Патрио, мы подумаем, что нам предприятие. Ничего. Я с ребенком вернусь домой. Зачем? Чтобы обижать его, чтобы бить его. Офицер, это ужасно. Офицер, вы не знаете, сколько страдала моя дочь ради этого ребенка. Это правда, я все знаю. Конкордия работала, чтобы помочь ему. День и ночь, день и ночь. А эта змея тратила деньги, которые давала Конкордия на тряпки, выпивку и диски. Ложь. Синьор офицер, выполняйте распоряжение судьи. Эти люди морочат вам голову. Да, идем. Идем. И не вздумайте нам помешать. Прощайте. Идем. Без насилия прошу тебя. Я ей не позволю вести моего сына. Я ей не позволю. Патрио, послушай меня. Монолита, Конкордия. Подождите меня. Подождите. Если будете настаивать, только все осложните. Оставь меня. Теперь мы одни. Нужно, чтобы ты мне все объяснила. Я хочу исчезнуть. Забыть все и начать сначала. С моим ребенком. Только он и я. Без прошлого. Без воспоминаний. Ловизна, я женился на Манесер. Но если ты меня попросишь, я расторгну этот брак. О чем ты говоришь, Аринука? Ты ее любишь. И она любит тебя. Так же, как Иисус любит меня. Мы ведем себя неправильно. Ловизна. Жизнь устроила нам западню, и мы должны быть сильными, чтобы выбраться из нее. Я женился на Манесер, но из благодарности, потому что она спасла мне жизнь, и потому что я сходил с ума от ревности. Думаю, что ты в объятиях моего брата и ждешь от него ребенка. Иисусу было плохо. Он нуждался во мне. У меня не было надежды встретить тебя. Мы ничего не можем создать, Ариноков. Все закончилось. Когда мы это поймем? Никогда, Ловизна. Мы с тобой живем в аду. И если так будет продолжаться, мы сойдем с ума. Я тебя видела в постели с этой женщиной. Ты ее целовал. Ласково. И я почувствовала, что мир рушится. А потом ты женился. Ловизна. Ты моя единственная любовь. Ты женщина моей жизни. Я и больше не могу сдерживать то, что у меня внутри, Аринока. Я превратила свою жизнь в кошмар. Жить в этом доме – это ад. Тем более рядом с Пилой Эрисом. Я хочу одного исчезнуть. Дорогая, пойдем туда, где нас никто не найдет. Где мы сможем сказать друг другу то, что должны сказать. И потом решим, что делать. Я не могу, Аринока. Не выдумывай. Я не могу пойти с тобой. Ловизна. Пойми, всем этим мы добились одного. Наша любовь стала еще сильнее. Пойдем туда, где нас никто не найдет. Где будем только ты и я. Кара не очень плохая, Угарис. Теперь он пьет, как сумасшедший. Ему даже в рот нельзя брать спиртного. Ньевис, это вредно. Дело в ней, верно? Цветы, которые он ей прислал, не помогли. Она его не простила. Стало еще хуже. Сейчас Ловизна убежала из дома, как сумасшедшая. И что теперь будет делать инженер? Он ведь так любит Ловизну Ньевис. Он ее боготворит. Я знаю, Угарис. И она не способна навредить ему. Но Ловизна не может дать ему любви, какую он испытывает к ней. Я не знаю, как сказать об этом Корани, чтобы он понял. С каждым днем он любит ее все сильнее. И это привело к тому, что растет его злоба, бессилие. Что он не может жить с ней, как с женщиной, как с женой. Я боюсь за твоего сына, Ньевис. Я люблю его, ты это знаешь. Он не должен сломаться. Его жизнь висит на волоске. И если Ловизна ему не ответит взаимностью, эта любовь не спасет его, а уничтожит. Уничтожит Ньевис. Я тебя уничтожу, Пио. Клянусь. Я тебя разоблачу, и ты заплатишь за все зло, которое мне причинил. Ты переспал со мной. Но это моя последняя жертва. Я тебя уничтожу. Клянусь, я покончу с тобой. Когда женщина отдается с любовью, это всегда делает нас счастливыми. Если вы так говорите, Дон Пио, то... Тата, принеси мне бокал Брэнди. Я хочу смешать его со сладостью поцелуев Мурванты. Сегодня она была податливой. Влюбленной. Дон Пио. Дон Пио, вы должны стерегаться этой женщины. Я уверена, она что-то замышляет. Она хочет навредить вам. Мне не нужны твои комментарии. Так что собери вещи и принеси мне бокал Брэнди. Мне ответить? Да. Но меня ни для кого нет. Кроме дочери. Да. Да, я слушаю. Нет. Это личный секретарь Дона Пио. Что? Вы уверены? Да. Да, я немедленно сообщу Дону Пио. Что там случилось? Звонили из психиатрической лечебницы Дон Пио. Похоже, ваша племянница сбежала, перехитрив охрану. О чем ты говоришь? Да, она удрала. Она ударилась в струю и сбежала. Испортила такой день. Приготовь мне одежду. Я должен найти эту наглую Диаманду. Я пошла поискать Юбиди, чтобы она покормила, а по дороге встретила вас. Скорее всего, и унесли Кари-Кари и Сельвы. Эти дети такие шаловливые. Нет, мама. Я им запретила брать его, потому что ребенок только родился. Дочка. Только ты могла оставить ребенка одного в этой хижине. Мы должны найти его до прихода Оренока. Оренока в курсе всего. Он знает, что это его племянник. Что? Ты распустила язык, Амана, сэр. Я не могла молчать. Послушай, нам лучше вернуться в усадьбу. Если ребенка унесла Диаманда, я уверена, мы встретим ее по дороге. Она наполовину свихнулась после родов. Если она появится там с ребенком, Дон Пио повесит меня. Не будем терять времени, Хулиан. Идем, Хулиан, идем. Боже мой, почему это должно было случиться со мной? Надо найти ребенка до прихода Оренока, мама. Иначе Оренока меня забудет. Он меня разлюбит, клянусь. Здесь все, что было у нас с тобой. Наши воспоминания. Наша любовь. Красивая жизнь, о которой я мечтаю. Но здесь я пережила боль. Скоро боль забудется, потому что я запомню себя своими поцелуями, своей любовью. В этом доме мы любили друг друга последний раз. Между нами это не последний раз. Нет. Почему? Потому что ты ждешь ребенка от моего брата? Потому что он познал твое тело, твои поцелуи. Когда ты меня обнимаешь, ты чувствуешь, что мое тело знало другие ласки, кроме твоих? Я не хочу говорить об этом, Левизна. Я не хочу знать, что было между тобой и моим братом. Если бы ты не сомневался во мне, все было бы так просто, Оринока. Что ты хочешь сказать? Слова не нужны, чтобы узнать, что с другим человеком, чтобы понять правду. Не играй со мной, Левизна. С нами обоими играла судьба. Жизнь. Я всегда хотела сказать тебе правду. Но увидела тебя с этой женщиной. Какой у тебя срок? Четыре месяца, Оринока. Четыре месяца, Оринока. Четыре месяца и пациент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok